Музей Конный двор Сергиев посад Уточка, уточащая башня что ли, видимо да, это уточащая башня получается, вверх Тут работал летописец Книга большая Плита, плита ведическая Книги просто большие, Евангелие, а это что? Ну что ж, переходим к огромным, преогромным орудиям Спасибо Это такой топор, да? Да, это те рыбы Кто это? Марина Мнишик Алебарда, алебарда Солвня Огромный вообще Для кого? А это настоящая или реконструкция? Настоящая То есть их просто восстановили, да? И они это Ну я не знаю как восстановили, но это всё настоящее Может их конечно там Такие большие алебарды, прям здоровые Сколько? Метров Метра два с половиной что ли Мини пушки Какие-то длинные пушки Какая-то типа ядра Понятно Доспехи И снова алебарды Огромные Большие ружья Смотрите, а вот вам не кажется, что ружья все-таки большие для нас? Вот особенно вот эти слева Это пищаль, наверное, или как называется? Нет, ну там даже не сам ушклей Это и пищаль, пищаль это вот так Ушкет точно, я перепутал бы Да, они все Смотрите, вот наш рост и как Вот медовка вот эта вот Какое вот это, видите, здорово просто Ну понятно, что это сейчас мы Они когда стреляли, там несколько раз могли выстрелить Это, конечно, тяжело А вам не кажется, что это для людей повыше роста? Может быть Там же ведь не один шарик стрелял Там двое были Один стрелял, другой что-то вот как-то наводил В общем, там так сложно Или набирали каких-нибудь больших людей Силачей Сложно, это очень неудобно Вот это все Ну, в общем, да Тем временам, может это было Как бы Самое такое Передовое Сейчас Они сейчас По-другому сейчас Просто огромные Так, здесь Всякие Ух-та Тоже часики Вот и Посмотрим, что здесь Карета Просто гигантская Прямо дилижанс И карета, смотри, прям как автобус Такой Здорово А как такой Как автобус Полесо получается Полесо получается Смотрите 1 метр Семьдесят 1 метр Шестьдесят Или метр Семьдесят В эту высоту Колесо Диаметр Просто Высоченная Карета Прямо далек Гигантов Практически Еще одна Такая же Но здесь чуть поменьше Ого Реально Вот смотрите Вот Какое-то Платье Или кафтан И вот Карета Какая здоровая Для великанов Что ли Колокола Это Типа Такая Дверка Входить туда Прямо выше головы Карета Прямо выше головы Прямо выше головы Карета Надо как-то Так вот Настроить Да Вячеслав Вячеслав Можно Вас попросить Стать рядом Скорее Соотношение В смысле Вот здесь Ага Спасибо В смысле Великолепные Это нечто Я не знал Что Такие есть Я не знал Что такие есть и так то что мы посмотрели это музей конный двор город сергиев посад извиняюсь за качество съемки я как раз таки купил самую простую палку для сэлфи и попытался на нее заснять как мне говорили некоторые комментариях типа купив сам простую палку это для сэлфи все будет нормально не друзья скажу так что в руках снимать было бы гораздо лучше меньше бы дрожание было ну как же получилось так уж получилось зато я сделал классные фото и мы сейчас их посмотрим вот этот дилижанс как мне было сказано 10 местный да вы можете возразить колеса их размер ничего еще не значит есть одно но друзья где вы видели такие машины которые в данном помещении были бы до потолка ну разве что самые большие например таху или что-то еще побольше но здесь мы видим это карета чуть ли не касается потолка напомню что высота колеса примерно 170 сантиметров это очень немаленькая высота друзья давайте попробуем перенести вот это например вот сюда в общем то примерно так оно и получается высота от пола кареты до верха кареты примерно то же самое покажите мне хоть один салон современного автомобиля который был бы таким высоким сами понимаете что сюда могли спокойно залазить люди гораздо выше роста это по моему мнению еще один такой момент мне кажется что верх карета то ли он срезан и сделан по-новому так и хочется продолжить вот эти окна и сделать их овальными еще когда вы подходите к месту сидения возничьего я вам точно говорю что она просто гигантская вот это место она просто высоченная то есть вот я не знаю как можно было очень быстро забираться на этот верх чтобы здесь сидеть такое чувство что здесь сидел человек метра два ростом вторая карета она чуть поменьше однако когда вы подходите к ней если вы подходите к карете у вас сразу возникает вопрос насколько удобно в нее залазить и скажу вам что это просто очень неудобно она высокая вот эти вот составные части кареты они очень высоки также место сидения возничьего здесь тоже очень высоко располагается для сравнения я на видео показываю вот это вот платье или кафтан и саму карету ну реально здесь такой маленький человек и на такую большую карету вот так со стороны с другого ракурса выглядит первый дилежанс так называемый которые сказали что он 10 местный может быть так оно и было хорошо представим 10 мест 10 человек сколько весит каждый человек умножить да и представьте сколько впереди должно быть лошадей чтобы тянуть эту карету может быть там все-таки ехал не 10 маленьких людей ростом 170 сантиметров а допустим 23 человека ростом 2 2 с половиной метра ну это зеркало но тоже кстати очень интересное а вот тут друзья обратите внимание на потолок этой комнаты дверной проем вот когда человек здесь проходит он где-то вот здесь ну чуть повыше половины дверного проема и соотнесите с самой каретой и вы все поймете насколько гигантское средство передвижения прошлого 19 века или 18 находится перед нами это реально просто очень необычно даже странно другая карета двухместная допустим тоже очень немаленькую высоту как ее колеса но они чуть поменьше теперь посмотрим оружие великанов представлены в данном музее конный двор алебарды палаши в небольшом количестве и надо сказать что и длина слишком уж большая для человека среднего роста именно в нашем представлении здесь представлена кольчуга для ну типа рыцари того времени или богатырей посмотрите на ее размер и на длину этих вот алебард как вот это соотносится вообще здесь кольчуга можно сказать на ребенка здесь на дядю метра два с половиной роста оружие это на вблизи просто посмотрите реально вот как рубашка на ребенка есть еще здесь латы которые также почему-то слишком малой палаши сабли знаете я думаю что все-таки новодел как бы мне там не говорила работник музея что-то как-то слишком все смотрится по новому как будто сделали недавно и сюда поставили реконструкция и вот это тоже самый щит вернее латы шлем даже вот эти вещи вот знаете как будто отштамповали совсем недавно типа облачение гатыря шлем доспех копья алебарды ну вот здесь если допустим поставить в рост и добавить что-то еще нижнее одеяние то в общем то рост почти соответствует тому что мы видим здесь еще один момент здесь есть ружья великанов конкретно ружья великанов могу сказать вам сразу если вы смотрели само видео могу сказать что единственное орудие которые нам подойдут это вот эти вот два представленные справа примерно от наш рост под наши физические возможности но три мушкета слева абсолютно не для нашего роста их надо держать минимум вдвоем а уж использовать еще сложнее я специально сделал фото чтобы соотнести рост женщины и длину вот этих мушкетов даже с учетом того что она стоит немножко впереди с учетом перспективы все равно эти ружья эти мушкеты они очень-очень велики это типа дробь на которую стреляли интересно или картечь что это такое и немножко других чудес этого музея вот такие там ядра показаны пушки мини пушки это видимо ручные пушки как считается рядом лежат какие-то огромные ядра совершенно несоизмеримые вот с этим размером одна пушка вообще напоминает просто трубу чугунную вот это она очень длинная и выглядит очень странно словно это просто кусок трубы ну и такие вот маленькие потом 2 рядом с ней типа труба меньшего диаметра но большая по длине как вот это вот и завершение вот такое вот чудо света я спросил что это за сундук там какой-то хитрый механизм не ответили да там очень хитрый механизм запирание и открывание там нужно несколько ключей а я так думаю что это вообще был электронный супер замок типа как такой сейф сундук вы знаете выглядит он очень внушительно и очень очень круто вот рядом кресло для нашего роста то есть этот сундук огромный и конечно же с очень классного ракурса я заснял карету номер 2 которая чуть ниже так вот она величественно выглядит я повторяю что это мое мнение я считаю что это карета великанов и на некоторых картинах их можно найти а также в других музеях друзья я надеюсь вам эта тема понравилась как обычно ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал подписывайтесь на мою группу в к пишите что вы думаете по этому поводу до новых видео и всем добра